Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Гружковский Харбин, 7 июня Сегодня состоялся визит монгольского князя. Старик болен и прислал сына. Это 22-летний юноша, слегка обрюзгший, без усов и бороды, с добродушными черными, довольно большими глазами в форме генерала китайской службы. На голове у него конусом соломенная шляпа, которая заканчивается розовым шариком. Заднюю половину шляпы закрывает рот гривы красного цвета. Эта грива спускается немного ниже полей шляпы. Все генеральство и заключается в этом розовом шарике. Белый шарик – чинь капитана, синий – средняя между белым генералом и капитаном. Спутник князя с сухим умным лицом, бритый, лет сорока, имел синий шарик. Остальной костюм обыкновенный китайский. Короткая из коричневого шелка кофта на застежках сбоку, выпущенная ниже этой кофты из светлого шелка одежда, рот подрясника до икр, и, наконец, обычные китайские туфли. Третьим был переводчик. Все пожали друг другу руки и сели. Подали чай, мармелад, печенье. Я забыл упомянуть о подполковнике пограничной страже Хитрово, приехавшем с князем. Это тот самый подполковник, которому было поручено расследование, и благодаря которому истина открылась, и князь все свое добро получил обратно. Молодой князь сидел добродушно и слегка осовело, посматривая на нас, улыбался, курил предложенные ему папиросу и лаконически отвечал на вопросы. Кое-что интересного узнаем о их управлении. При каждом князе состоят выборные от народа. Они называются старшинами. Они, собственно, и управляют, а князья царствуют. В главном совете тоже старшины, и при представителях китайской власти они же. Главная расприя китайских властей с князьями – из-за земель. Пахотные земли подлежат большому обложению со стороны китайского государства. Поэтому князья предпочитают сдавать землю негласно, без заключения формального договора, о котором узнают китайцы. Но так как народ против уменьшения пастбищ, то практикуются доносы на таких князей. В результате – следствие, а иногда – смещение князя. Его родовые права остаются, но власти он лишается. Спросите, где князь остановился, где отдать ему визит? – просили мы переводчика. Князь сейчас же уезжает, потому что если остановится, то надо делать тогда визиты и китайским властям. А это не входило в его планы, – ответил тот, поговорив с князем. Визит продолжался с полчаса. Мы проводили гостей до калитки. Это было оценено ими, и они очень сердечно жали нам руки. У монголов одно большое достоинство – они никогда не врут. Общее впечатление в пользу гостей. Без рисовки, очень скромные, простые. Молодой князь красив и даже изящен в своем костюме. Надо уметь носить его, надо уметь ходить в нем. И можно ходить красиво и с достоинством. Так и ходил князь. Так ходили, вероятно, наши сыновитые предки. Проводив монгольского князя, мы поехали с визитом к Дзянь-Дзюню. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин. Полное собрание сочинений. Том 6. Петроград. Издание «Товарищество. Маркс». 1916 год. Продолжение следует.